И последнее, что необходимо сказать про декабристское движение, это про два общества, которые образуются в рамках этого вроде бы единого движения. Итак, северное и южное общество. Неспроста они так называются. Северное общество действовало, не поверите, на севере, в районе Санкт-Петербурга, а южное общество действовало на южных территориях в районах Украины. Так вот, в чем разница? Значит, смотрите, во главе Северного общества у нас Муравьев, во главе Южного Пестель. У Муравьева программный документ называется Конституция, у Пестеля программный документ называется Русская правда. И теперь давайте разбираться, в чем разница в этих документах. Поехали! У Северного общества в Конституции сказано, что форма правления это ограниченная монархия, то есть все-таки монарх сохраняется, правда, власть его ограничена, собственно, Конституцией, да, неспроста программный документ так называется. В Южном обществе у Пестеля по русской правде должна установиться республика, то есть мы не просто ограничиваем самодержавию, а вообще ликвидируем монархию и устанавливаем республику с выбранным руководителем государства. Дальше, если у Пестеля должно быть федеративное государство, то у Муравьева оно унитарное. У Пестеля мы видим, что избирательное право всего лишь ограничено двумя цензами, половым, по полу и возрастным цензом. У Муравьева в Конституции мы видим, что ценз более расширенный для избирательного права. Это и пол, и возраст, и уровень образования, ну и имущественный ценз, то есть, собственно, сколько у вас есть капитала. Собственно, что касается помещичьего землевладения, то есть как решить проблемы малоземелья крестьян. Пестель говорит о том, что нужно вообще ликвидировать помещичьи землевладения, не нужно все передать крестьянам. Муравьев же говорит, что, ну нет, нужно часть помещичьего землевладения передать крестьянам, возможно, около 50%, но все-таки определенную часть оставить за помещиками. Таким образом, мы видим, что, конечно, более радикальная программа у Южного общества, у Пестеля, у Русской правды. Программа Муравьева, Конституция, да, у Северного общества, она более такая мягкая, менее радикальная, более такая, что ли, реально реализуемая, потому что у Пестеля все-таки, ну и действительно, в начале 19 века невозможно подумать о республике и о том, что нет ни имущественного, ни образовательного ценза на выборах. Вот, поэтому давайте рассматривать так, что у Пестеля, да, более резкая такая программа, у Муравьева менее, но у Муравьева она более реализуемая, а у Пестеля, соответственно, менее. То есть, в общем, здесь нужно, конечно, было, наверное, найти какой-то баланс.